Как вы относитесь к службе в армии? Положительно. Каждый должен служить. Обязательно. Потому что, если не служил в армии, на престижную работу не возьмут. Это уже я знаю. Положительно. Должны служить обязательно, ребята? Ну да, мне кажется, мужество, сила, опыт. Какая-то, можно сказать, такая вот выдержка. Хорошо, что у меня дочка. Хорошо, то есть вы бы, если сын, побоялись бы в армии? Да. Почему? Просто много случаев слышала, что там издеваются молодыми людьми, поэтому, конечно, страшно. Есть еще, конечно, в нашей армии недостатки. Какие? Ну, дедовщина, она до сих пор. Все-таки чины не должным образом следят за, ну как, уставом и нарушают его. У меня сын не служил, и я довольна тем, что он не служил. Если бы даже по состоянию здоровья, я бы не отправила бы сына. Я с военкомом воевала, даже у меня, у сына, это, проблемы со здоровьем, мне сказали, он пойдет писарем. Ну, извините меня, я знаю, что это такое, и поэтому я была против того, что я воевала и здесь, с военкомом, и, это, на пересыльном пункте. Поэтому я против того, что дети идут в армию сейчас. Очень много безобразия, как показывают, и нарушения, издевательства, ну, вот, в этом смысле, только так. Я сам служил несколько лет. Вот в этом, этот день будет хранить солдата, которого убили или там задавили, не знаю точно, на Сахалине. Но считаю, что у нас порядка раньше не было в армии, хотя за это жестко меня наказывали, когда у меня салат стрелялся, вешал, все прочее. А сейчас вообще разложили армию. Вот Путин поехал на Сахалину, не будет с ним салатом разбираться, его уже привезли хоронить. Представьте, мать, кормила, поила, 18 лет человека, его за одну минуту уложили в могилу. Сам он виноват, как сейчас говорят, мозоль натер. Я служил, знаю, каждое утро солдата проверяют. Покажи сапоги, расстегнись, повернись, дальше медосмот, животик покажи. А это не заметили. Как салат заболел в субботу, он с мамашей разговаривал, а в воскресенье он помер. Такое не бывает. Мне не нужно рассказывать, что это так, это так. Я сам на свою шкуру испытал. Три года учился, потом в академии и в разных точках служил. Солдаты разными, узбеки, таджики, как угодно. Но это непорядок, когда солдат мирно, а время умирает или убивает. Понимаете? Я понимаю, заболел он там и еще прочее. Вот мои отношения. За, только за и три года. Самое малое, три года надо служить. Я вообще-то нормально отношусь. На своего ребенка отправили выслужить? А у меня отслужил. Отслужил. Да, два года отслужил. Он сам пошел. Сам хотел. Да. Вы не стали препятствовать? Нет. Чего боятся родители? Дедовщины. А дедовщина вся идет от командиров. Если командиры будут нормально свои обязанности исполнять, тогда и дедовщины в армии не будет, когда и ребята пойдут в армию. В мое время говорили, если ты в армии не был, значит ты не мужик. Может, по-любому пойдет. Почему? Потому что мужчина должен быть. Сейчас, как говорится, в армии зарплата то же самое, что можно на гражданке заработать, но можно заработать и в армии. То есть вы видите только положительные? Конечно. Армия, она из мужчин делает, из человека. Что-то поменять может быть нужно в армии, чтобы туда хотели идти? Поменять там нужно было на два года еще или на три года. Детский сад уже. Не армия, а детский сад получается. В армии должны служить обязательно. Пускай служат, я служу, они будут служить.